Здравствуйте! Видео технического плана, да? Просто для того, чтобы о качестве сверления поговорить. Просто много разговоров. Иногда потребители задают одни и те же вопросы. И мне проще еще раз снять одно видео, чем допустим заниматься каждый день объяснением одного и того же. Итак, гильза. В гильзе, обращаю ваше внимание, сверло 57 мм. Заправлено, да? Вот, хорошо видно. Итак, у него есть люфт. Сейчас попробую. Я думаю, что видно, да? И этот люфт просто вот некоторые потребители говорят, ой, там такой люфт здоровый. Вот он есть, да? Его видно. Уже эта тема столько раз обсасывалась насчет зазора, что я не хочу повторяться, я лучше покажу, что у меня то же самое, что и у вас, и какого качества это то же самое способно давать результат на выхлопе. Итак, вот я только что сверлил ряд отверстий. Смотрим. Я думаю, достаточно подробно, да? Качество отверстий. Смотрим. Тут у меня с одним из пользователей возник разговор, он хочет после ассистент купить Festool LR32. Полагаю, что, скорее всего, там будет качество выше. Я ответственно заявляю в эфир, и за это меня можно словить за руку, что выше качество Festool не даст, чем то, которое вы видите. скорость же монтажа лезвия, да, и производство сверления, она очень высокая. Итак, я сейчас попробую всё-таки несколько отверстий сделать. Двумя кнопками я застопорил. и поехали. Я это делаю для того, чтобы вы качество этого сверления увидели в прямом эфире. Едва ли Festool работает быстрее. и по- какого-то таком эфире. И в таком эфире. итак, как мы видим я кадр не прерывал что очень важно здесь во Франции принято бить всю стойку через 32 мм до конца поскольку никто не хочет париться клиенты очень капризные они говорят когда-нибудь мадам выскакивает и говорит ну то есть они там начинают ерундой страдать мы видим качество скорость вы тоже только что видели ну вот где-то, да, чуть-чуть подколол вот отверстие в прямом эфире я думаю тут комментировать нечего ряд мне кажется вполне ровный, да никто ничего нигде не пляшет спасибо за внимание я ответственно заявляю что если вы делаете тут надо еще кое-что объяснить в сути этого когда мы начинаем ваш ряд полкодержателей допустим то пробив на всю длину лезвия мы начинаем работать с обратной стороны то есть все время вы дублируете операцию только таким образом у вас на выхлопе высокого качества изделий если вы сначала пробьете один ряд не исключено что что-то где-то вы потеряете во-первых у нас сдвижной упор только что был да установлен на старте и он имел определенное значение он зафиксирован был я стартанул с той стороны и должен тут же продублировать старт с этой стороны и потом я его снимаю с лезвия и бью всю стойку вот если вы правильно делаете ваши операции на выхлопе ваше качество будет сопоставимо с фабричным скорость я ответственно заявляю очень высокая без потери качества так как бы да так вышло как рекламный ролик да ну честно рекламы не хотел просто вот спрашивают а насколько хорошо ну вот насколько хорошо не знаю судите сами спасибо всем спасибо